Слушай, ну ничего, и банановый, и миндальный, можно брать смело. Банановый, точно. И миндальный, да, вазаронет. Вот у нас люди общаются. Тако. А, вот он. Смотри, как они общаются. Да, его нету. Просто, как это, соседство, как это называется, в холодильнике, товарное соседство. У меня братцы, разные продукты, но... Из деревни приехал в миллионник, ну ладно, челябин. Миллионник. Миллионник. Я, как-то, привела брата на белый рынок, ну, в общем, куча-куча с этих кафешек, молодежь, общаясь. Он сидит такой скромный. Ты так преподала, знаешь, как будто такая глухая деревня. Первый раз оказался вообще в городе. Ну, вообще, это он мне рассказал, что в Челябинске есть. Да, я здесь жрать как-то ездил, вообще-то, в такси, когда работал. Нет, ну, все самое главное, такой сидит скромный-скромный. Дисбаланс. Чувствую этот. Тихий-тихий. Не дисбаланс, а... Не дисбаланс, а неуютность. Местная настройка, может быть, не резонанс. Отсутствие... Не резонируя, да, вот с этим. Да, отсутствие резонанса. Привыкаешь высушить, на звезды смотреть, лебедей наблюдать. А тут не лебедей, а людей. Много. Ну, лебеди-люди, ну, что это? Люди-лебеди, ну... Да. Ну, глубокое общение, смотри, это телепатическое общение. Точняк. Язык не нужен, словами не нужен. Вот некоторые мои знакомые, да, они мечтают о телепатическом общении. И ты знаешь, я говорю, ну, смотри, вот вы будете телепатически общаться, не разговаривать с собой, допустим, в соседней комнате. Плюс-то какой? Ну, как, что, говорю, рты не открывать? Я говорю, слушай, так если ты пробудишься, тебе говорить-то не о чем будет. На хрена тебе телепатически еще общаться? Ну, по идее-то. То есть они так говорят, мы сейчас пробудимся и будем телепатически общаться. Это как и про ситки. Да. Ну, то есть они мечтают о ситках в гигантском количестве. Ну, жадность, по сути-то. Они тебе не нужны потом станут? Да, да. Если мы говорим про вот это духовное становление, про осознанный путь, человеку, который привлекся, нужно задать обязательно себе вопрос. Что он ищет вот в этом духовном пути или в осознанности? А второе – бездать. Зачем? Зачем? Для чего? И здесь можно выйти на то, что человек хочет какого-то состояния или каких-то способностей. Это, значит, я сейчас такую тему с Мирославом и мы постоянно. Это хозяин, не хозяин, а владелец Тойоты изначальный, да? Дал Тойоту, у него книга есть такая. И он там это в Дал Тойоту в книге описывается «Задай пять вопросов». То есть если ты что-то хочешь, начинаешь задавать вопрос логический, то есть «Зачем ты это хочешь?» Он отвечает. «Зачем ты хочешь вот это сделать?» И на пятом, максимум на шестом вопросе отваливается желание уже что-то делать. То есть почти все желания, они не имеют основы за собой. То есть они навязаны просто жадностью и еще чем-то. Да, они могут быть навязаны рекламой, навязаны социальными предприятиями. Вот очень хороший метод. Задай пять вопросов. Но которые... Ну нет, пять как бы люди в это все упираются и все заканчивается. И вопросы должны быть логические, ну как правильно построенные и друг за другом идущие. Ну вот человек говорит, допустим, «Хочу проколоть себе бровь». У меня дочь такая. Я такой, «Зачем ты хочешь проколоть бровь?» Она говорит, «Ну вот это круто». Я говорю, «Зачем ты хочешь это там то-то, то-то?» И на третьем вопросе она уже говорит, «Да хрен его знает, просто безхочу». То есть понимаешь, что так вот это все. Либо она говорит, «Хрен его знает», либо она находит истинный мотив, например, у нее подруга, и она тоже... Зачастую это просто обезьянничество. По сути. И, кстати, получается, ты опять не живешь эту жизнь? Нет, да. Потому что, скорее всего, твое желание, их не существует. Скорее всего. Ну пока, мы в материи, они всегда есть. Ну да. Это же закон природы здесь, в материи. Материя сама оттоплена из желания. А это уже желание. Да, я хотел. Я хотел, да. Но этих желаний стало просто, знаешь, как понос. Их так много. Надо концентрировать их, хотя бы, понимаешь, что опять мы к желаниям, да, скатились? Даже с той желания. Одно самое сильное. Да. Вот. Все остальное перед ним не меркнет. Все остальное просто мусор. Нет у этого ничего материального, о чем не может дать. Знаешь, сегодня у меня была студентка. Она ко мне пришла два года назад. Ей было 33, сейчас это 35. Она не могла выйти замуж. Она еще хотела выйти замуж. А сейчас такой, ну ты хочешь выйти замуж? Она говорит. Нифига. Я нашла саму себя. Зачем мне замуж? Мне так хорошо. У меня все дело развивается. Новое направление развивается. Консультации в судьбе пошли. я могу наконец-то жить тем, чем я хочу. Но я тогда же контрольную задаю, потому что у меня же договор с клиентом. Я говорю, ты пришла ко мне за это. Мы продолжаем. уверена. То есть получается все желания навязаны системой, обществом. Потому что когда ты побеждаешься, побуждаешься в знании, у тебя желания, они одновременно становятся реализованы. Самое важное желание это почувствовать вот эту жизнь, почувствовать себя, почувствовать настоящее того, вот как мы сейчас с тобой едем и сидим настоящее. И вот этот момент он в себе уже имеет и начало, и положение конец. Все уже сейчас случилось. И ты насколько удовлетворен, что ты понимаешь, что кофе это атрибутика, чтобы мы с тобой посидели и... Да, чтобы вот так поделать вот так вот. Вот так вот. Чтобы не просто вот так вот сидеть. Да, чтобы мы вот так вот что-то иногда делали. И то картинка была бы скучная, понимаешь? Просто мы сидели бы губами так вот а тут мы раз так вот а а а мой сын как да 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 я это деревен деревенский я люблю баловаться особенно всякой вкусняшкой много вот эту полноту в себе может открыть человек все желания а мне только об этой полноте в себе внутри себя в том чтобы познать что я есть внимание я очень полон я наполнился уже наполнился уже не знаю куда девать а вот эти желания мелкие они так как ум это делает ум не распределённый ум управляет человеком он подкидывает ты хочешь дом ты хочешь тачку ты хочешь мачку ты хочешь мотки он подкидывает подкидывает человек точно хочу а на самом деле он просто хочет вот эту целостность я сейчас понимаю что они у меня машина стоит надо немножко подремонтировать там ложиться немножко не хочу вижу что незачем так что все эти хотелки это это просто хотелки о бизнесе построить свой социальный статус хорошо тебе чтобы стало а потом это придет к чему придет к согнушку она поняла что он уже как бы не очень нужен потом как-нибудь сам при прирастет да самое главное что она поняла что у нее не было мужа потому что она не хотела социального статуса ну потому что это же нехорошо я хочу говорить как все такая веселая жизнь веселая у нас вообще а может быть у нас в этом как говорится у нас веселая или может быть как бы на всех перекладываю веселая у меня значит у всех веселая ну да когда ты у меня лежал на полу спортивной да это было не весело ну надо было подлежать надо было умереть немножко без желаний блин ты как туда выйдешь ты просто валяешься в депрессии без желаний просто тупо валяешься у меня даже при депрессии было желание только осознанность только пробуждение только просветление самое интересное когда ты это желаешь на самом деле действительно и ну у меня я заметил что моя жизнь финансовая какая-то материальная она пошла такая вниз потому что ты не хочешь больше ничего материального и вроде как бы и незачем да она такая раз такая вниз знаешь это этап такой просто когда ты начинаешь размышлять и двигаться в сторону созданности ты понимаешь что все что ты делал это не то это не твое это не то что ты хотел ходить на работу зарабатывать деньги твою мать я не хочу этим заниматься но самое что интересно я не хочу больше заниматься не хочу никогда больше заниматься но я просто не хочу я уже знаю пробовал много раз но самое интересное что хочу заниматься только тем чем я хочу заниматься любимым делом это что ты сейчас делаешь да ничего не делать он врет он нагло врет и честно он блогер да и по природе блогер и по природе человек который передает знания переносит информацию помогает людям он врет что он просто не знал что он на землю что это он это был не я классно ты просто говоришь так друзьям нашим сейчас они подумают что ты ну как бы ничего не делаешь а как ты ничего не делаешь ты каждый день что-то делаешь то что ты любишь да ну так скажи правду я занимаюсь неделанием потому что любимое дело это не дело нет но оно не есть дело мне кажется а вот и это другой разговор это когда ты находишь любимое дело это не является уже работой делом да работа 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 а это жизнь твоя не дел не работа не делается жизнь ты живешь это раб ты да раб ты точно работа так что продолжайте желать продолжайте стремиться к своим желаниям продолжайте искать что вам поможет реализовать желание и через это вы придете в самоосознание в осознанном себе в пробуждение и дальше пути обратного не будет вы будете шаг вы будете жить в этом счастье вы будете жить в моменте вы будете я не знаю сейчас все будет о чем вы мечтали просто двигайте в сторону своих вот этих очень сильных мощных желаний мы пойдем пройдемся да шаг шаг шаг